Добрый день! Сегодня Страстная Среда День, когда Иуда продал Господа Иисуса Христа И человек вошел в историю основательно Основательно Если там даже Христа не все хотят помнить Хотя все знают о нем Но в других религиях там другой раз бывает И как-то где-то и хотят тоже знают о нем А то про Иуду, по-моему, все знают И все упоминают Даже в любых других религиях Там типа где-то о какой-то продажести Иуда То есть вошел с большим знаком Бинус в историю Так вот, Иуда, да, предатель, понятно все Но ведь любой грех, который мы совершаем Мы же совершаем не просто так А всегда у нас, прежде чем его совершить Мы придумываем себе оправдание А то даже и придумать не надо Дьявол подскажет И это дело потому, что это А это дело потому, что это А это потому, что для здоровья полезно А это грешу потому, что это надо А это потому, что расслабиться надо А это потому, что это Это то, что он мне плохо сделал Это то, что она меня напакостила То есть, у меня на все грехи у нас есть объяснение Я для себя, конечно Больше не для кого Точно так же Иуда Он не то, что так хотел Бога убить, да и все, нет Он не хотел убивать Но он был очень жадный до денег И мы видим, что там неоднократно Усказывания были, что лучше бы деньги раздать нищим А лучше бы то, лучше бы То есть, он был иногда не согласен с определенной тратой не своих денег Кстати, не своих, тоже момент интересный Многие из нас любят смотреть другим в их чужой карман Эх, хорошо ему у него там денег немерено Хорошо там ей у него там муж богатый Хорошо там... А то, что он работает с утра до ночи И ответственность на себя тащит И ни отдыхов, ни выходных, ни проходных не имеет Раз в год съездит там куда-то Там какой-нибудь Египет захудал Хорошо ему А вот он не хочет, этот не хочет работать Ничего не делает Ищет, где бы ничего не делал Получает бы большую зарплату Бы Или сидит дома В интернете Как сейчас многие Делают вид, что ищет по интернету работу Ты ее там никогда не найдешь И хорошо, вот люди, какие деньги Откуда они уберутся Как, чего, что Большая часть тех, кто хорошо живет Это люди, которые много-много работают Трудятся Поэтому И те, кто воруют, они рано или поздно не попадаются У них все плохо кончается Хорошо живут те, кто честно много работает А мы любим чужой карман смотреть Вот хорошо тебе Или хорошо ей Или там еще что-то Ну не важно Понятно, о чем речь Точно так же иуда он тоже Не в свой кармашек заглядывал Куда деньги потратили Вот лучше бы Когда говорят Вот лучше бы сюда Это уже настораживает Не твои деньги А ты уже командуешь Куда Первое Второе Очень часто Там Опять же В том же интернете Вот там Церковь Вот деньги Там у них все в золоте Нет бы Эти деньги бы там На детские садики Ну смешно же, правильно? А в этих детских садиках Чьи детишки ваши? Значит, кому денежки? Мне Или моему ребенку Вот уже корысть пошла Уже корысть Так А мы Богу должны Самое лучше нести И кто хочет Церковь Все в золоте Ну какое золото Нитрит, титана Так латунь Купола золотые Корысты Конечно Нитрит, титан Такое золото Самоварное Аж страшно Латунь Тоже золото Только почему-то ржавеет Вот есть Золото, оказывается Такое свойство Нехорошее Ржавеет Окисляться Ее надо все время Чистить Надраивать Просто люди Или Какая-то вот Тупость Кто-то сказал Золото И все Золото 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 Тупость Просто Мозги не включает Совсем Так Или же Просто Какая-то Вообще Безумие Какая-то Алчность Видит Золото Там Где его Нет Ну поставить Подсвечек Золотой Через полчаса Его не будет Так Сопрут Что и не замечен Он где-то Я сейчас Не помню Какой стране Эксперимент Сделали Унитаз Из золота Сделали Заходи Сиди там Сколько хочешь Только проверяет Ни напильников Ничего Сколько На том Унитаз Зубов Осталось Отгрыз Пытались Почему У нас никто Не грызжет Ни посвечники Там Ни оградки Ничего Потому что Нет золота Гаалу Кричат Золото Вот так Иуда Чужие деньги Считал Так вот Иуда Видя Что Бог Творит Чудеса А доход С этого Никакого А это Тоже Деньги Обернуть Правильно Накормил 12 тысяч Народа А может 15 Накормил Питью хлебами А чем Денежку Не поиметь Были такие Я не думаю Не знаю Наверное были Потому что Если все так Суммировать Все сложить Хотели Бога убить Не смогли Хотели с горызким Не смогли Он стал невидим Прошел мимо них Вот так и думал Он видел Зло Он похоже Знал что Первый Первый священник Сказал что Лучше Одного Одному Умереть за народ Чем народ Ради одного А он наверное Хотел На этом Хотел Наверное Хотел На этом Поиметь Денежку Когда он пришел И что мне дадите Если я его предам А почему предам Что Они не могли Так убить Они могли По той причине Что не знали Что ему Инкриминировать Какую статью За что его Ну вот Не предерешься И все А он придумал Ну вот И И опять же Он думал Что Господь Останется живой Почему Мы делаем Такой вывод Можно сказать Что тут Сидит философ Нет Евангелие Когда мы видим Что Господа распяли Что Иуда сделал Бросил деньги В церкви И сказал Согрешил Придав Кровь Неповинную То есть он Раскаялся Но было поздно И опять же Было поздно Может быть Может быть И Может быть Господь Как-то и простил Как Петра В свое время Но он повесился А Бог Знал все это И Бог На тайной вечере Ему О тайной вечере Мы еще поговорим Завтра Поэтому все не будут Но Бог Когда сказал Один из вас Предаст меня И все не я Линия Все испугались По-настоящему Испугались Иуда Не испугался А с малодушью Он на варе Шапка горит Не я ли Господи Он говорит Ты сказал Но еще Господь сказал А мочит хлеб Солил Ну солил Это какие-то там Соусы Иуда вместе с Господом Как раз опутил хлеб В этот соус И говорит Не я ли Ты сам говоришь Я сам показал И Когда сказал Не я ли И сам подтвердил И Бог Подтвердил И он опять Не попросил прощения Не раскаялся То Бог ему говорит Иди И делай что задумал А в Евангелии сказано Дьявол усилился Сатана усилился У него Иуду То есть Он уже не мог Этого сделать Он предал Бога Значит он послужил Дьяволу Он может быть Их катил Но уже не мог А когда раскаялся Опять Сатана ему не дал Он повесился То есть Усугубил Свой грех Усугубил Многократно Многомиллионнократно Так вот А Причина всему этому Что Предаклица Иуды Бизнес То есть Заработать Или как Ничего личного Кроме Кроме бизнеса То есть Бизнес Транный бизнес То есть Вот есть Некий бизнес Которому надо служить Нет Я занимаюсь Везде Нужна совесть Везде Нужно Соблюдать Заповедь Божия Везде Надо любить людей Везде Надо делать Чтобы людям Не навредить А когда Человек Только бизнес Ради бизнеса То мы природу уничтожаем И людей травим Всяким Там Е И там ГМО И прочей Прочей ерундой Так ну Бизнес Ради бизнеса То что там помрете Да плевать на вас Так что там То плевать на все Природа умирает Плевать на нее Это что Это не бизнес Это Это Тоже Продались люди Продались Этому Доллару Там евро Рублю Не важно кому Продались А в итоге Кому продались Дьяволу естественно Продались Дьяволу Вот точно так же Иуда продался Бизнесу Продался Деньгам И Не заметил Как продался Самого Господа Бога Цены Божьи Так вот Продать можно Бога не только за деньги Можно продать и за любую другую страсть Поэтому здесь мы должны уже каждый на себя обратить внимание У нас у всех какие-то страсти есть У кого гордыня У кого злость У кого блудная страсть У кого пьянство У кого смартфон У всех сейчас поголовно Так есть Даже так Есть вещи, которые нельзя смотреть И смотрят Есть вещи, где хула на Бога И даже до Святого Духа Смотрят Ну опять же Те же развратные там сайты Ну понимают, что Ну я понимаю, что там молодых там тянет все Но с другой стороны А что это даст Но Опять же Происходит Как сказать Поклонение Это продажа Бога получается И так далее А гордыня Сколько людей Из-за гордыни совершает А у кого-то спиртное Продает Бога Кто-то еще в чем-то Поэтому Мы должны быть Именно внимательны К своим душам Внимательны К своим страстям Чтобы каждый из нас Не продал Сына Божий Желаю вам всего доброго И духовной мудрости Продолжение следует... Продолжение следует...